Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. После того, как был сбит малазийский самолет МН-17 в небе над Восточной Украиной, напряженность в районе кризиса еще больше возросла. Как сообщили немецкие экономические новости, Верховный Главнокомандующий НАТО генерал Бридлав хотел бы дополнительно, как можно скорее, расположить штаб-квартиру НАТО на немецко-польской границе в городе Шетцин. Это значит, что очень быстро будут построены базы для вооружения, а также для продовольствия, чтобы быть готовыми в кратчайшие сроки выступить против русских. Цель состоит в том, чтобы в течение короткого времени можно было выставить против России тысячи солдат. Также и Молдавия без спроса была втянута в подготовку к войне. Поскольку под давлением США была вынуждена стать союзником Америки. По крайней мере, так считает лидер социалистов в Молдове Виктор Шелин. Он подтверждает, что в эти дни в Молдову прибыл специальный контингент офицеров США, которые на всех армейских учебных участках тренируют солдат и офицеров. Он сообщает, наши солдаты готовятся уничтожать реальные цели во время реальной войны. Если подумать о том, что недавно Сенат Соединенных Штатов в одностороннем порядке принял решение объявить Молдову военным союзником США, то можно говорить о том, что есть переход к активной фазе подготовки наших вооруженных сил для участия в военных миссиях. Далее он сообщает, мы совершенно официально попросили наше правительство и парламент публично заявить, что Республика Молдова отказывается быть военным союзником США. Но самое главное то, что родители солдат потребовали от парламента и правительства, чтобы правительство объявило, что Молдова не хочет участвовать в войне. Потому что в соответствии с Конституцией Молдова является нейтральным государством. Если политики не прислушиваются к нам, они должны слушать родителей, которые так же, как в Украине, не хотят отправлять своих детей на войну. Наша армия должна воевать только тогда, когда речь идет о защите нашей Родины, наших семей, нашей страны и нашей собственности. В Украине несколько дней назад объявлена всеобщая мобилизация. Молодым людям были разосланы повестки в военкомат. Тем не менее, отважные матери и отцы выступили против распоряжения правительства. Доходило до того, что матери сжигали повестки на глазах у присутствующего коменданта. Они единодушно освидетельствовали, мы не позволим отправлять наших сыновей на войну, мы не будем посылать наших детей на смерть, мы не хотим войны. Это мобилизационные распоряжения, которые должен получать каждый человек. Вы не получаете. Нам не надо. Мы никаких войны. Мы войну не хотим. А потом сказали, что будут 5 лет в тюрьме, если кто не соглашается. Я вам еще раз скажу, на данном этапе, кто с кого забирает куда-то. Никого, когда есть список. Не забирают никого. Как никого? Пишите на список. Понимаем ли мы, что происходит перед нашими дверями? Или мы по-прежнему чувствуем себя в безопасности и позволяем захватить себя пропаганде СМИ, которые только для того и поставлены, чтобы привести нас к готовности одобрять войну против России? Используйте время для того, чтобы информировать себя и других здесь, на КТВ и из других источников без цензуры. Так вы найдете в себе мужество и силы, чтобы принимать правильные решения в свое время, как эти матери и отцы в Украине. Спасибо за внимание. Доброго вам вечера.